Александр Куприн Бриллианты Южный вечер, жаркий и тёмный, Запылённые акации над горячим асфальтом тротуаров Лениво просыпаются от тяжкой дневной дремоты. Нарядная толпа стремится двумя непрерывными потоками туда и обратно. В одном месте образовался водоворот. Подходят, останавливаются, тесня друг друга, Задерживают, сгущают общее движение и отходят прочь. Уходя, бросают последний, прощальный взгляд, Быстрый, тревожный взгляд. Но другие подолгу стоят здесь, Опершись грудью и локтями округлую железную палку, Ограждающую зеркальное стекло магазина. Стоят, с бледными лицами, Широко раскрытыми неподвижными глазами. На белых плюшевых щитках, Ряд над рядом, Освещённые скрытыми рефлекторами, Горят разноцветные капли огня. Как радует, Как очаровывает наш глаз в ночной темноте Их волшебный блеск. В середине два бриллианта, Каждой величиной в лесной орешек. Их грани, их очертаний не видно. Это не камни, Это два странные, Таинственные огня. Они горят, Дрожат, Играют, Переливаются, Смеются тысячами неуловимых, Сияющих лукавых улыбок, И манят, И обещают, И обманывают. Вот блеснул синий сноп лучей. Такого цвета не бывает ни на небе, Ни в море. Бывает только в раннем детстве, Когда слушаешь сказку. Блеснул, Затрепетал И скрылся. И вот уже льется оттуда Точно кровавое вино, Точно зарево огромного пожара, Точно безумная, Пьяная радость, Красный, Торжествующий огонь. Но мгновение, Незаметный поворот головы, Сотрясение мостовой под экипажем И загорелось зеленое сияние, Тихое, Глубокое, Загадочное, Похожее на мерцание Июньского светляка В густой траве. Еще миг, И заструился веселый Золотой свет солнца, И вдруг Заметались, Заплясали Все цвета радуги. Ах, Человеческие лица, Сосредоточенные, Хмурые, Бледные, Под этим отраженным, Рассеянным матовым светом, Как много говорят они Печального И злого, И глупого. У женщин Хищно раздуваются Ноздри, И зубы Влажно блестят Из-за полураскрытых губ. Их теснят, Толкают, Но они не чувствуют Этого, Обвороженные Чудесным блеском, Увлеченные Одним стремлением. Юноша и девушка Оба стройные, Гибкие, Красивые. Может быть, Они только что Тайно встретились В условленном месте, Встретились с волнением, С нежностью, С прелестной боязливостью. Кто-нибудь Из них Опоздал на свидание. Была сцена Притворной холодности, Ревности, Вражды Сквозь неудержимые Ласкающие Шаловливые улыбки. И вот они Стоят здесь, Забыв Друг о друге, Загипнотизированные Лукавой игрой Бриллиантов, Ушедшие В странные Нездоровые грезы. Жена с мужем, Старик, Беременная женщина, Двое юрких, Прекрасно одетых Пройдох С голодными глазами, Посыльный, Задержавшийся В попыхах На секунду, Кокотка, Жена с мужем, Нет, Впрочем, Это не муж И жена, Но Все равно Они забыли, Потеряли, Не чувствуют Друг друга, Хотя их руки Еще соприкасаются. И во всех этих лицах, Во всех этих глазах, Которые на минуту Становятся бесцветными, Бездонными и лживыми, Я читаю одно и то же Жадное слово. Если бы, Если бы чудо, Если бы найти на улице, Если бы чья-то неожиданная Сказочная щедрость, Если бы, Если бы украсть, Но так, Чтобы никто никогда Не знал об этом. Кто знает, Что оказалось бы В лучших душах Человеческих, Если бы можно было бы Незаметно проникать в них И наблюдать их Самые тайные, Самые скрытые изгибы. Сколько столпов, Сколько твердых мужей, Сколько честных граждан Оказалось бы Ворами, Убийцами, Прелюбодеями, И кто может сказать Непоколебимо, Что страшнее мысли Или дело, И где их границы. Самое странное, Смешное, Нелепое, Необыкновенное в мире Это людские условности. Вот, Лежат два кусочка Сгущенного углерода, Два кусочка угля, Две блестящие Побрякушки, Но в них, Как в фокусе, Сосредоточены Богатство, Роскошь, Почет, Женская любовь, Власть. Так сложилась жизнь, Так условились люди. Особенно власть. О, Как понятно мне, Почему самые прославленные Историей, Самые кровожадные Тираны человечества Были в то же время Такими тонкими Знатоками, Ценителями И собирателями Драгоценных камней. Для них, Пресыщенных Всеми крайними формами Власти И наслаждения Драгоценности Являлись жгучими, Но пока еще Сокрытыми символами Дальнейшего Бесконечного Расширения Их личности. Это была Та же Огромная Страстная Власть Одного Над миллионами, Но власть Чудесно Сконцентрированная В маленьком Предмете, Который мог Поместиться И в кулаке. Это была Власть В потенциальном Виде. Из-за Драгоценных Камней Велись Кровопролитные Войны. Земные Владыки Нелегко Расстаются С этими Маленькими Вещицами. Подобострастная История Сохранила Нам Анекдот О том, Как Улыбающаяся Царица Клеопатра Выпила, Растворив В бокале Вина Жемчужину, Равно Которой По величине Красоте Не было В мире. Но, Вероятно, Никто Не знает, Что Случилось Сейчас же После этого Безумно Великолепного Пиршества. Случилось Крикнуло В ярости Не смей Кричать Дура! В это время Евнух, Стоя Почтительно На четвереньках, Благоговейно Напомнил Императрице О судьбе Пленного Грека Философа. Прежде У Клеопатры Был Тонкий Замысел Устроить С этим Ученым Публичный Диспут В присутствии Высоких Римских Гостей И Показав Себя Во всем Блеске Ума И красноречия Великодушно Возвратить Пленнику Свободу. Но Теперь Огорченная Потерей Многоценной Жемчужины Она Закричала С раздражением И со Слезами В голосе Что Ты Ко Мне Пристаешь С глупостями Удавить Его В Редактор субтитров Корректор А.Егорова